Игра очень была напряженная. Немножко минут 20-25 первых. Так у нас не получалось. Вот ребят предупреждал. Потом они после вашего натиска в Воронеже взяли себя в руки и начали играть в футбол. Второй тренд также был опасный в плане вы могли забить, мы могли забить. Игра понравилась мне в плане отдачи. Что самое сложное для вас сегодня было? Выстоять, да? Первое место, гостя всегда. У вас очень много высокорослых футболистов. Мы знали, что нападали очень хорошие. Защитники второй этаж выиграли. Плюс еще опасный судья был. Хотя я их не обсуждаю. Сил нету просто. В каждой игре, честно говоря. Это вы про пенальти? Ваши же ребята говорят пенальти нет. У парня рука была. Прижатый, да? Прижатый. Рука была? Рука была, но прижатая. А супер был, говорит, же нет. А вы повтор смотрели ребята, да? Я не смотрел, я верю своим ребятам. Ну и ваши ребята говорят. Что было бы, как они прижатые. Если было бы движение, другое дело. Ну ладно, это уже такое второстепенное. Поле очень понравилось. Мы в Курске играли, но ваше получше. У нас в Подольске искусственное поле. Очень понравилось. Ребятам понравилось поле. Когда ваша команда сравняла счет, последние минуты, вопреки ожиданиям, по трибуну вы не били, а держали в середине поля. То есть пытались еще один мяч? Могли забить, если помните, что Эпихин не попал в створ в конце. Я всегда ребят учу и призываю, при любом счете, показывать игру. Мы играем для зрителей. А у вас команда идет на втором, третьем месте? Задачи стоят? На третьем месте. Ну, втором бой, да, дальше. На третьем. Задачи у нас нет. Если помните, я в десятом году работал, мы тоже шли на первом месте, но на третьем месте оказались на шестом. Иду разных причин. Так что у нас, как бы, таких задач нет. Но и ребят, и себя я всегда призываю. Для чего туда играть футбол, если там в середине таблицы где-то болтаться туда-сюда. Можно и на КФК пойти в удовольствие поиграть. А если они хотят расти футболистами, то надо в каждой игре доказывать, в каждой игре остаться, бежать, подавать, забивать. Так что вот так. Коллеги, продолжай после нашей пресс-динференции. Вашему вниманию главы команды Факела, Александр Иванович Корешков. Александр Иванович, ваше первое впечатление? Ну, впечатление, конечно, не самое радужное. С учетом и качества игры во втором тайме. И с результатом. Увеличиваться достаточно сложно. Будем продолжать бороться. Большие кадровые проблемы были в той линии, в которой, в общем-то, средняя линия, в центральной зоне. Болел у нас и Бутырин вышел больной, но не было каких-то других вариантов. И Дубровин, и Бекетов. Температура под 40. Я не могу рисковать. Здорово игроков очень приятно не играть. И отсюда возникли все проблемы, что где-то успокоить его, повести игру, положить его вниз. К сожалению, в общем-то, конечно, это чувствует вариант. Так, слабовато. В центральной зоне это Шарип и Фальшин. Они хорошие, вопреки перспективные. Но они никак не оборонительного плана, где-то на созидание. Здесь нужно уметь обороняться, уметь начать, а так уметь повести игру, успокоить игру. Направить его. Но, к сожалению, не удалось довести. Хотя, если довели, то к следующей время все подойдут. Но, к сожалению, случилось то, что случилось. В начале второго тайма было видно, что команда вышла играть вторым номером. Хотя, подходы были, моменты были, пытаясь ловить на контратаке. Почему еще один мяч не забейте, а потом спокойно курить? Почему? Я считаю, что первые 15 минут были хорошим качеством футбола и было много моментов интересных. И там можно решить было первые 15 минут. Во втором тайме, еще раз говорю, что в центральной зоне, которая умеет обороняться, умеет выйти из обороны. Стали где-то выносить мяч безадресно, где-то сцепиться. Хотя достаточно опытная команда, должны сами как-то эти вещи варьировать. Не спешить развивать атаки, пустить позиционную. А вот не пожалели, что после пропущенного мяча уже на поле не было Сальникова и Антипенко практически атаковать не было? Ну, во-первых, Антипенко сам попросился и Сальников сам. Они, в общем-то, у Антипенко же какие-то проблемы с головой. Что там, говорят, то ли стрессея нелегкая. Мне сложно сейчас судить. И Сальникова тоже проблемы. Сами попросили замены. Поэтому, конечно, я послабамирую в нормальном состоянии. Мы их не урал. Пожалуйста, еще вопрос. Нет вопросов? Очень удивительная замена. А? Очень удивительная замена. Нежели у нас Кривенкова. В добавленном же время какая у меня была? Ну, потому что Нежелевка уже, в общем-то, как говорится, этот фланг вскрывали уже давно. Вот. И просто сделал замену. Потому что Нежелевка, как говорится, он все-таки тоже пропустил большой период. Функционального не хватает. Может, поради что-то сделать. Возможно. Но это не сильное усиление, в любом случае. Поехали. У нас в виде альбома. И так далее. 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 Поехали.